Стремление сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым, а именно так сформулировал губернатор Андрей Воробьев, основные цели власти поставлены во главу угла общественных обсуждений, которые проводятся во всех муниципалитетах. На форум именно с таким названием «Подмосковье сильное, здоровое, чистое» в Щелково приехали руководители Министерства и ведомств Московской области, депутаты регионального парламента, представители местной администрации, общественной палаты. Участники форума перед началом обсуждения провели мониторинг работы предприятий, организаций и учреждений, действующих в различных сферах жизни, от здравоохранения, образования, культуры до экологии и жилищно-коммунального хозяйства. Основная цель у нас, собственно говоря, сильное, здоровое, чистое, то есть рассмотреть три ключевых направления, что происходит с экономикой, что происходит с экологией, что происходит со здравоохранением. Послушать людей, понять, что их беспокоит, что где не дотянула власть и так далее, что не работает, и, собственно говоря, постараться выработать комплексные решения. Обсуждение проходило в форме свободной дискуссии. Первым словом было предоставлено представителю администрации городского округа Щелково. На сегодняшний день одна из центральных задач – наращивание экономического потенциала, создание рабочих мест и привлечение инвесторов. Как результат – повышение реальных доходов жителей. Сейчас в округе работает порядка 40 крупных и средних промышленных предприятий. Привлечение инвестиций позволило создать более 5000 рабочих мест. Среди тем, которые обсуждались на форуме, было решение проблем, препятствующих улучшению экологической обстановки на территориях области. Так, например, высказывались и совершенно конкретные предложения, например, по работе локальных очистных сооружений, которые должны действовать на всех промышленных предприятиях. На форуме шла речь и о мониторинге экологической ситуации на предприятиях и в промышленных зонах, по которым поступали во властные структуры жалобы от жителей. В этом плане мы тогда готовы посодействовать и поработать, даже лучше делаем таким образом, именно с водоканалом. Почему? Потому что при инвентаризации своих люков, сетей и источников входа они лучше знают и более четко, кто им куда, в какой коллектор может что слить. Почему? Потому что по той простой причине, при проверке предприятия, кроме самого предприятия, его канализационных струков и его люков, нужно еще знать схему, куда все это выводится. Это вопрос такой комплексный. По результатам обсуждения на форуме подготовлена резолюция. В ней отражены болевые темы, на которые предлагается властным структурам обратить особое внимание. Андрей Цеханович, Станислав Беляев, Щелковское телевидение.